Стань за веру, русская земля Жить и учиться, больших высот добиться Смело в полет, лети словно птица Меня поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Это наша с тобой, русская земля Лещу, не молчу, разрываюсь и кричу Программа Путина продвинуть хочу Меня поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Цифровая Россия, скорее приходи Прорывные технологии, быстрее приноси Устарели нефть и газонами технологии Свободная энергия, магнитные потоки Патриот уже в пути, едет по России Донести до вас новые идеи В каждый дом со спутника ты мудрость привноси Великая Россия, мы уже в пути Меня развивает глобальная волна Делай как я, думай как я Я верю в тебя, Путина моя Это наша с тобой, российская семья Баранку верчу, в трансляцию кричу В сознание людей достучаться хочу Меня поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Антропогенная нагрузка быстро нарастает Цивилизационный кризис резко подползает Проект Путина гениев найдет Программа 2020 в каждый дом придет Сожми волю в кулак, подними его вот так Россию подними, всех голодных накорми Больных излечи и бездомных рассели Программу 2020 ты быстро изучи Меня поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Я верю в тебя, Путина моя Это наша с тобой земная судьба Лечу, не молчу, во всю силу кричу Программу Путина продвинуть хочу Меня поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Кто такой патриот? Тот, кто любит свой народ Он готов учиться, жить, любить, трудиться Грызть гранит науки, избегая скуки Молодежные идеи будем двигать впереди Наш народ в себе уверен, сможешь ты себя найти Мы Россию отзнаем и в обиду не дадим ВВП вперед, Россия зовет ВВП вперед, Россия зовет Тебя поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Я верю в тебя, Путина моя Это наша с тобой путеводная звезда Лечу, не молчу, разрываюсь и кричу Программу Путина продвинуть хочу Меня поглощает глобальная волна Делай как я, думай как я Встань, встань за веру, русская земля Встань за нашу веру, русская земля Добрый пожалователь, добро пожаловать в Краснодар Международный аэропорт Пашкорский Местное время 13 часов 20 минут Погода хорошая, температура воздуха Вот, они уже здесь Они уже прилетели Я смотрю наверх Кто в 21 век? Слева вон синяя, тихая Да, да, это его Миша Грецкий едет на инспекцию Неподкупный Миша Грецкий Приазовка Да, это синицы Хаева Вот эти синицы Да, да, да Памятники там еще делают Памятники делают А с другой стороны, да Что, приехали подождать его, да? Ну да Машин-то его нет еще Пойдем, не гад Жбрали Машины нет Знаешь, пойдет смошенник Стих подождать Мотор Второй день 25 августа 2016 года Александр Кузнецов Значит При первом эксперименте Электроизор работать не будет Нагрузка на себя вызывать не будет Он будет в стучном режиме Здесь, значит, напрямую От трех фаз Генератор 250 киловатт От трех фаз Подключено Три электротена Каждый из них потребляет 64 киловатта И фактической тепловой мощности Выдает 55 Да, документацию паспорта При необходимости Как бы мы там Сортизаканты Что они действительно Являются Такими мощными То есть к генератору Подключаются Три вот этих Тепловых тена Чтобы замерить Количество Расходуемого Топлива Да Далее, значит Мы сейчас Походим сюда Значит С этого генератора Значит Мы с бака будем Перекачивать В солярку В тот С помощью насоса Сейчас у нас 461 литр Вот Прошу отметить Это насосная станция Для зрителей Да Здесь подключен водород До двигателя Двигатель с электронным Впрыском Не механическим Хочу подчеркнуть Это очень важно Вот Ну и все В принципе То есть Горловина сейчас пуста Может подойти Сюда посмотреть Ну видно Я как раз Отсюда снимаю Ну все Вставляем Заправляем Значит Для зрителей В чем будет заключаться Суть эксперимента Сейчас мы Под горловину Зальем топливо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует В чем смысл эксперимента Дорогие зрители Сейчас полчаса Генератор будет работать На нагрузку электротенов Полчаса по секундомеру Отработает Выключим И Заливаем По горловину И соответственно И дозаливаем Топливо Мерное количество Смотрим на Станции Насосной станции И после чего Второй раз Включаем Генератор К нагрузке Подключив Те же самые Три Тепловых тэна По 55 Киловатт Тепловой энергии И дополнительно Электролизер Газ Газ Будет подключен К форсункам И еще полчаса Генератор Генератор Будет работать Сними Тут просто пена Да, да Видно Вот топливо Полно Да Если вопросы возникают То бак 450 литров Ну, чтобы понимать Да Так, ну все Фиксируем 493,5 Да Было 461 Не, сейчас это без разницы Сейчас вот 1 литра 493,5 Ну, это на следующей заправке Надо будет Да Просто показываем 493 Засыкаем время После заводки Заводи Так, и Прошу внимания Обратитесь Значит, один кто-нибудь Снимательный Время 12 Когда он заведется Под нагрузкой Будет черный Домяр Он уже с нагрузкой, да? Нет, сначала он просто заводится А потом подключаем Нагрузку А он прогреты Время 12.301 А время 12.301 Хорошо Ровно в 12.301 Он пошел Папнуть Все Снимательный Нагрузка Ну, слышно, да? Выбор снимает Снимательный Ну, да Здоровье Слышно, наверное, Пошел, что нагрузка Очень Давай, да, да Так, вот сейчас Подключили нагрузку Все три тепловых цена Все три тепловые цена Мы ровно в 12.30 запустили Поэтому все нормально Так, водород ждет Электролизер стоит, ждет Мы видим, что кран закрыт Кран закрыт Водород не идет Ну, да Ну, да В сторону облаков Ну, да Так, ну, сейчас Можно пока выключить камеру Да Полчаса снимается Полчаса снимается Полчаса В принципе, он терактив-терактив Не имеет смысла Так что по секундомеру Включим 13.00 Все, Мишань Пока выключаем И по секундомеру Тогда Потому что Главный замер топлива И на водороде Потом Ролик будем делать Ну, ролик будем делать Давай я прямую делаю А, смысл? Ну, что, он торопит Торопит работал Все работало Солярку у меня чехали Не, ну, это ладно Не, ну, есть такие люди Ну, пусть снимай Оно будет Ну, все Ну, все Стоп снято 12.43 Генератор работает 440 градусов Ну, я вожу рукой Второй Все работают Третий Все работают То есть мы демонстрируем Что нагреватели работают Никакого обмана Ну, вот Я держу ровно Плечи, конечно, Однакину 410 477 Ну, это долго включаться будет Да, просто давайте с выхлопом проверим А, он почти не видно Да, видно, что не красный Но оно почти не видно Солнце освечивает Ну, что, давайте по выхлопу Поставляем Ближе Хорош По наглядам мы видим выхлоп А с водородом будет чистый, да? Ну, а с водородом может пожелтеть По температуре Она его пересушивает Да, да, да Ну, там, там Куда его хочется подать Ну, вот Попробуйте Горячий Все, ждем 15 минут Значит, еще раз В чем суть эксперимента Сейчас генератор работает Только на тепловую нагрузку И когда мы будем замерять То есть заливать топливо Под горловину Мы поймем Мы поймем, какое количество топлива Генератор израсходовал За полчаса работы Соответственно, мы Залив заново топлива Мы знаем, какое количество Было отработано За вот эти половину Полчаса Мы подцепляем к этой нагрузке Вдобавок к этой нагрузке Мы подключаем Электролизер И выхлоп Газовой смеси Направляем На двигатель И полчаса Генератор будет работать После чего Еще раз Контролируем И доливаем топливо И таким образом Мы сможем понять Под горловину Таким образом Мы сможем понять Какое количество топлива Израсходовано Было израсходовано Без Электролизера И с электролизером Из этого мы сделаем Определенные выводы Как снято Камера работает Без приоритета Да, у Михаила Я Михаилу отдали Мы свою батарейку Поэтому У Михаила Возможно Снимать Много А у меня Маленькая Осталась Батарейка Съемка Бой здесь Чита полтора Я думаю Охватит Ну хорошо Ладно Добро Пока Собснято 12.59 Выключаем Выключаем Нагрузку Выключили нагрузку Тритена По звуку Сразу слышно Что Генератор Работает Без нагрузки Еще 4 минуты Генератор должен Отработать Чтобы охладить Турбину Зависимостей От цели Не разорет В зависимости От цели Не разорет Да можно Да не Нормально Нормально Поехали В потреблении 0 А Идем Показываем Да Все переплаты По нулям Никакой Нету Бальзаж Амираж По первым Платам То есть Тритуски Нету Да Атомат На бомбе Выключается Тритуски Просто остывает У нас Тритуски Все будет То же самое То есть А так же Будет остывать Так же Тоже Популя Это то же самое Здесь умная система Не надоришь Вон там Глоб А там Глоб Да Вот там Рассылай И сам Выключай А это Иктримальная Иктримальная Что происходит? Что происходит? А потом запускается? А шипа сбрасывается. Ну даже 4 минут не прошло. Так, 4 минуты. Так, сейчас контрольный залив топлива. Так, ну что, у нас 493,5. Да, ровно 493,5 точно. А не надо было же затягивать так сильно. Она что, завица бы затягивает. Ну где-то там. Не видно там. Так, 493,5. Так, 493,5. Включай. Оно дело в том, что на горловину уходит. Поэтому, видишь, надо ливать. Процесс пару минут точно заливать будем. Полвозы, ты что, ходишь? Сколько там ЖЭК зашло? Ну, можно сказать, 38, 13, 10, 15, 16 литров. Да, 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 да. Это уже красавчик. Переколходит. Какие мы сняли? Да, 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 да. Идет доливка. Она просто, ну, солярка напинется. Алла, да, да, я сейчас подъеду. Ну вот вроде бы так. А, на завтра? А, ну тогда я на работе, тогда я на работе буду. Да, завтра, 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 завтра во сколько? В 10, да, хорошо, хорошо, ну немножко там уходит. Там мы точно так же заливали, чтобы опять же вопросов не было. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Уходит, нет? Или не уходит? Уходит куда-то. Угу. Угу. Ха-ха-ха. Сейчас подождем чуть-чуть. Ну я думаю, наверное, хватит. Ну что, все по-честному. Что еще? Еще 300 грамм дойдет. Угу. 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 Сколько залилось? Так, было 593 с половиной, сейчас 512 с половиной. Так. Считаем. Девятнадцать. Считаем. Девятнадцать. Девятнадцать. Девятнадцать литров. За полчаса машина съела под нагрузкой 19 литров. Итак, замеряем это. Так. Записываем. Еще раз. Ну подойди, чтобы топливо было как бы. Ладно, стоит. Да, да. Стоит в горловине. Все, вопросов чтобы не было. Оно никуда не уходит, не утикает. То есть в предыдущей заправке машина проработала полчаса, на охлаждение две минуты. Итого 19 литров было съедено. Значит, сюда подведен шланг электролизера, газовая смесь. И сейчас к нагрузке с тепловыми тенами будет подключен еще электролизер. Электролизер сколько будет вырабатывать сейчас под нагрузкой, Александр? Ну под нагрузкой примерно от 12 до 14 кубов. Да. Газовой смеси. Да. Потому что люди просят корректно. Это не совсем водород, это кислородно-водородная смесь. Это кислородно-водородная смесь. И по киловаттам? Ну по киловаттам где-то будет примерно около 30 киловатт. Ага. Под нагрузкой. Ну что? Стартаем? А? Да? Все, запускайте. Так, время 13.07. Ну ладно, заведется. Ждем до 10 или? Да нет, нормально, я снимаю на видео все. Раз. Раз. Нагрузка. 2 нагрузка. 2 нагрузка. 3 нагрузка. Так. 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 Открыли газ водорода. Да. Ну что, можно пока. Ого! А, смотри, вот. Еще. Боже. Не успеть, не успеть. Хорошо. Как того, как? Да. Зачем? А вот и суету срывать, кстати. Не, 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 не. Не, не, не. Выставай. Теперь полный. Что-то пошло не так. Много газа. А? Много газа. Много газа. Да? Да, много выливаешь. Хаи. Вливай. Вливай, вливай. Вливай. нахуй подними вдруг вот вставка ведь так понятно красавиама большие легко достать в блин давайте так остановили эксперимент 1310 будет дополнительная заправка топлива генератора охлаждающего режима 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 потом опять будем наливать кого-то не нет мы замерили сделали в прошлый замер мы знаем что он 19 сжал при первой нагрузке до час моделевая под горловину не учитываем и от тех цифр которые уже будут на счетчике уже не будем отталкивать дам опять под горловину заливаем все опять под горловину не же самое от них мы будем отталкиваться когда будет крайне заливка мы следующий раз сделаем заливку еще будем отталкивать эти вот допустим сейчас смотрите у нас 500 ну грубо говоря 12 за 13 сейчас допустим там литр мы там было доливаем у нас будет там 514 515 литров и вот мы уже считаем от 515 литров но мы знаем что до этого съел 19 будем считать уже просто той цифры которая будет на счетчик она поставьте его постучить где вода поставьте что он не особо хорошего отвечать как расширительный бачок работает всегда лишняя вода скидывает и давление а не проверили для этого вообще провода торчат как клубки, которые отмеряют уровень разумеется он не подключен никто ничего не знает а так тут датчики верхний и нижний уровень должна вода быть вот так это максимальная и он должен ее сбрасывать где манометр стоит заглушка туда сливается вода открывается клапан сливается вода нет, туда клапан сброса воды на электромагнитный клапан так, все, затянули? клапан закрываем давай заправляем ну это мы не будем учитывать конечно это ну да, это уже не нужно вот мы и делаем прямее без шага 5 но косяк есть ну сколько у нас вот у нас и вот и 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 Сейчас, минуту подождем. Сейчас он за полчаса это выработает. Потом мы опять его добавляем, сейчас 519, опять его добавляем и смотрим показания, сколько он за полчаса съем. Это в нем что-то скворчит. Что-то скворчит. Может быть воздух уходит? Послушаем. Слышишь, скворчит? Давай еще раз сюда запрашивай. Это видно воздух с пеной первый раз когда зашел. Сейчас польем чуть-чуть. Польем чуть-чуть. Польем чуть-чуть. Польем захватить. Польем зашел. Понятно звук. что нас убережал так 13 13 19 13 20 до можно запускать да ровно 13 20 рубильник 1 нагрузка 2 нагрузка подождите здесь вентилятором а Анаэрбол модель. Ночего? Нет. Не знаю, не знаю. Вот. А вы, конечно, пошли пять. Сейчас. Воздух. Электролизер пошел? Да, все работает. Опять воду гонит. Хорошо. Так давно будет? Нет, но в нем воды, видать, много. Уже пошел забирать. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Свою мать, ну что такое? Я перегрел давление. Вот опять набрался. Я как не полезла в нашу полку. Все, что он. Пошли. Пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Верил? Давай, сбивай. Верил? Да, да, да. Возвращение к напряжению. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, расчет электроэнергии. Кормят из трех на ю, на и на косинусу. Так считается трехваска. Ну давай, считай. Считаем 1.73 на 250. 250 вольт. А, 8 на 27 вольт. 24 киловатта. Потребляемая мощность. 24 киловатта. По другим лучшим шансом. Для меня, для меня. Для меня. Здесь это не лучший. А вот, ленчик, когда вы держите. А, пусть, в 15 вольт проработать надо. Давно вытекнет из себя. И будем ежать. Когда б... Наш 20 готов. Сейчас почти 10. Ну, минут через... 5 кейс повесим. Ну, что... Показка сняли. Показка сняли. Так что... Так что... Показка сняли. Так что... Показка сняли. Показка сняли. Возьмем. Возвращаем. 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 А, вот. Я неправильно сказал. Для цепей постоянного тока является 1 киловатт и 4,5 ампера. Для цепей переменного тока применяется космус 0,7. Чтобы у людей вопрос не возникал. Всегда применяется. И в счетчиках он новых стоит. При напряжении 220 вольт 1 ампер равняется 154 ватта. И при напряжении 220 вольт в 1 киловатт это 6,5 ампер. А не 6, как большинство любят говорить. Там 6, 4, 5 и так далее. Вот. Поэтому это очень важный момент. 6,5 ампер. Вот 6,49 быть точным. И применяется космус 0,7. Всегда. А не так, что я возьму умножу ампер на вольтаж и у меня будет киловатт. Таких чудес не бывает. Это не мое придумано. Пусть проходит интернет, википедию, где угодно почитают. Но чтобы не было глупостей разговора. К постоянному току космус Ви не применяется. К переменному в обязательном порядке применяется. Потому что есть понятие слова реактивная нагрузка. Даже элементарные вольт крафты, которые мерят, которые розетка в розетку втыкается и мерят мощность. Он показывает реальную нагрузку и пересчетанную космус Ви, которая фактически потребляема. Без реактивной нагрузки, без реактивной энергии. Вот и все. Продолжение следует... 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 Еще 6 минут. 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 Да? Еще 6 минут. Все. Еще 6 минут. 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 Еще 7 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 минут. Еще 10 минут. Еще 7 минут. Еще 7 минут. Еще 9 минут. Еще 8 минут. он должен был съесть за час под своей нагрузкой, так как он работал, либо он должен, как он сейчас съел, 20 литров. Разница получается у нас 18 литров за часовую работу. Если при часе работает, то получается 18 литров экономия. Канистра. Да. Он за час экономил канистра. А теперь посчитайте, сколько он сэкономит за день, а сколько за неделю, а сколько за месяц, а сколько за год. И это всего лишь один. Да. Причем нагрузки по фактической, то есть этот генератор 250 киловатт. Как правило, такие генераторы, они грузятся, не грузятся на 250 киловатт. С них вредним выбирают, ну, порядка около 200 киловатт. То есть, где-то примерно около там 65-70 процентов их не мощится. Ну, до 80-ти будет. То есть, в любом случае, у него есть запас. Этот есть, по сути, немного. То есть, при таких размерах, при таких объемах, при таких мощностях, то есть, то, что он свои 24 киловатта съел, этот генератор, как бы он даже и не напрягся. То есть, у него, для этого генератора у него не было никаких проблем. Ну, поэтому, делайте выводы сами. Вот вам 18, то есть, получается вам 20 литров экономии за час. 10 литров за полчаса. И сколько стоит вот такой электролизер? В зависимости от генератора, для каких генераторов. Этот вообще не для генератора сделан. А, это не для генератора? Это не для генераторов. Вот, а вообще, как бы, в зависимости от того, то есть, для каких генераторов. Потому что, есть два типа генератора. Это генератор, как мы видим, то есть, он с электронным впрыском. У него датчики кислородники стоят. Все. У него прелесть, в общем, в том, то, что у него свои дроссельные заслонки и свое поступление канала через форсунки. Он видит выхлоп через датчики, видит свою нагрузку по топливу и ее подает. Получается, из-за этого, соответственно, он зажимает солярку, потому что детонация больше, двигатель мощность свою чувствует, как бы он работает под нагрузкой, все хорошо. Что касается, как бы, двигателей, которые с механической подачи, как, допустим, вот тот маленький. Тот маленький генератор, он с механической подачей. И на нем сэкономить топливо довольно-таки сложновато. Лишь только по той причине, потому что у него тяга автоматически тянется за нагрузкой. И он, соответственно, открывает топливо. И сэкономить ему топливо довольно-таки сложно. Оно экономится, но эффективности нет. И он для маленьких генераторов такие электролизоры не подходит. Потому что он должен съесть, получается, вы представьте, то 30 киловатт. И этот ест 24. Для чего он остается? 6 киловатт? Ну, как-то нелогично, правильно? Ну, смысл-то такой. Ну, для больших, допустим, вот для больших... Да, для таких больших, то есть его порядка где-то цена... Ну, грубо говоря, начинается где-то от полутора-двух миллионов рублей. Таких электролизеров? Ну, чтобы понимать, этот генератор стоит 3 800. Миллиона. Да. Ага. Экономия за сутки 14 тысяч рублей. Ага. Экономия за сутки 14 тысяч рублей. Ну, вот экономия за сутки получает 14 тысяч рублей. Ага. Добро. Хорошо. А по мощности генерата оптимальных в час мы нажаем на 8 часов в среднем. Не 18. А, 18 литров в час. Это экономия. Умножаем на 8 литров в среднем часовой рабочий день. Получается 144 часа. Умножаем на 34 рубля пускай. Это 4 896. Он экономит сутки. Ну, день рабочий за 8 часов. В среднем месяце 24 рабочих дня идет. Ну, это и опять по 8-часовому. А если на постоянную работу? Ну, давай. Я просто именно рабочий день. Ну, на полу половины, значит. Умножаем на 24 часа на 24 дня в месяц. Это 117 тысяч. Умножаем на 12 месяцев. Миллион 410. Ну, вот он зовут. Это потопки он экономит. То есть за год электролизер должен себя окупать и потом по-хорошему приносить владельцу экономию. Да. Понятно. И, по-моему, я даже не забываю, что у этого генератора, у него паспортные данные потребление 45 литров в час при максимальной загрузке. То есть по сути, то есть по расходу топлива, если нам увеличено 38, ну, то есть, грубо говоря, мы получим там 38 у нас расход топлива, ну, допустим, как в первом варианте, да, то есть 19, пусть 19, 38. То есть получается, что он практически работал на свою максимальную мощность. Поскольку он есть, он практически работал на свою максимальную мощность. Даже просто по расходу топлива. То есть, как бы названия его не сложны, они есть в интернете, все его технические характеристики. Любой, как бы, человек может спокойно открыть интернет, посмотреть его характеристики и его потребление. Сколько он ест, реально это электролизер. И, как бы, чтобы не быть громогласным, чтобы не говорить там голословно, цифры. Ну, то есть это можно все проверить на практике. Поэтому 38 литров он либо не ест так, либо он ест всего 20 литров. Вот вам разница. Да, наглядно. Хорошо. Еще что-нибудь? Котел. Котел. Так. Идем к котлу. Ну, пока стук снято. Стань за веру, русская земля. Стань за нашу веру, русская земля. Прощуры наши нам дали свободу. Прощуры знали, что умирают не зря. Во имя сегодняшнего дня. Стань за веру, русская земля. Каждый день это новая ступень. Время бесценно, убей свою лень. Движение вперед, Путина зовет. Жить и учиться, больших высот добиться. Смело в полет, лети словно птица. Меня поглощает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Это наша с тобой, русская земля. Лещу, не молчу, разрываюсь и кричу. Программа Путина продвинуть хочу. Меня поглощает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Цифровая Россия, скорее приходи. Прорывные технологии быстрее приноси. Устарели нефть и газонами технологии. Свободная энергия, магнитные потоки. Патриот уже в пути, едет по России. Донести до вас новые идеи. В каждый дом со спутника ты мудрость привноси. Великая Россия, мы уже в пути. Меня развивает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Я верю в тебя, Путина моя. Это наша с тобой, российская семья. Баранку верчу, в трансляцию кричу. В сознание людей достучаться хочу. Меня поглощает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Я верю в тебя, Путина. Моя моя, это наша с тобой, земная судьба. Лечу, не молчу, во всю силу кричу. Программу Путина продвинуть хочу. Меня поглощает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Я верю в тебя, Путина. Кто такой патриот, тот кто любит свой народ. Он готов учиться, жить любить трудиться. Грызть гранит науки, избегая скуки. Молодежные идеи будем двигать впереди. Наш народ в себе уверен, сможешь ты себя найти. Мы Россию отдаем и в обиду не дадим. БВП вперед, Россия зовет. БВП вперед, Россия зовет. Тебя поглощает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Я верю в тебя, Путина. Моя, это наша с тобой путеводная звезда. Лечу, не молчу, разрываюсь и кричу. Программу Путина продвинуть хочу. Меня поглощает глобальная волна. Делай как я, думай как я. Встань, встань за веру, Русская земля. Встань за нашу веру, Русская земля. Встань, встань, встань. Добро пожаловать в Краснодар. Международный аэропорт Пашковский. Местное время 13 часов 20 минут. Погода хорошая, температура воздуха за портом плюс 30 градусов.